Специальный терминал для людей с кардиостимуляторами появился в Барнауле. С его помощью врачи могут удаленно отслеживать состояние устройства, уровень заряда, исправность работы. Специальный аппарат для сбора данных установлен в краевом кардиологическом диспансере. О современных технологиях, которые помогают спасать жизни. Сегодня говорим с врачом-кардиологом, специалистом по программированию имплантированных устройств Алтайского краевого кардиологического диспансера Алексеем Поповым. Алексей Александрович, здравствуйте. Вот очень хочется услышать, мы первые в мире, наконец-то мы полетели в космос. Откуда идея? Я так полагаю, что в мире этим пользуются? Уже наконец-то до нас докатилось. Да, конечно, в мире этим пользуются давно, ориентировочно с 2008 года. Раньше эта система была для определенных типов устройств и только для домашнего использования. Теперь решили внедрить это в общую практику и поставить такие терминалы, чтобы каждый человек с определенным устройством мог подойти и передать свои данные врачу, не записываясь на прием. А как было раньше? Записаться на прием, ждать? Насколько это долгий процесс? Две-три недели на самом деле были. Все зависит не от того, что так долго просто ждать, а от количества людей. То есть это ресурсы именно самого диспансера, это большой объем пациентов, которые имеют у себя устройства имплантированные, кардиостимуляторы, системы CRK. А сколько у нас, кстати, в крае пациентов с такими устройствами? Более 5,5 тысяч пациентов на край с устройствами. И здесь заслуга наших еще федеральных центров то, что какие-то устройства ставятся в Новосибирске, Томске и Кемерово, но обслуживаются они у нас, если так можно выразиться, приходят они к нам на проверку данного устройства. Вот что вы проверяете, на что обращаете внимание и каковы риски, если этого не делать, это постоянную проверку? Я думаю, люди, конечно, которые, они понимают, кто с ними ходит, но тем не менее. Не всегда так бывает, но вообще, да, пациенту предписано появляться не реже одного раза в год на динамическое наблюдение данного устройства. Проверяется заряд батареи, он пишется в годах, сколько еще осталось служить устройству. Проверяется целостность проводов, выразимся, то есть электродов, которые установлены в данной системе. И проверяются те нарушения в работе сердца, которые были зафиксированы данным устройством. Вот новый аппарат, он какую информацию считывает? Все то же самое, что и сделал бы доктор? Да, он полностью повторяет тот набор процедур, который выполняется доктором, только эта связь односторонняя. Если на приеме у врача врач может вмешаться в программу и изменить какие-то параметры в ту или иную сторону для улучшения качества жизни пациента, для увеличения срока службы, то здесь терминал только забирает информацию с устройства, передает врачу и уже врач должен... Не лечит еще пока, да? Сам еще не лечит. Но это немного и неправильно. На расстоянии нельзя все-таки общаться с пациентом, именно вносить изменения. А уже по надобности доктор будет связываться с пациентом, приглашать его на очный прием, записывать его на определенную дату и ждать, чтобы перенастроить аппарат. То, что облегчает жизнь врачам, в первую очередь, я думаю, да и пациентам тоже, безусловно и понятно, но какова потребность в Алтайском крае? Сколько сейчас этих аппаратов? Где они у нас расположены? А сколько нужно? Аппараты... Ну, вообще у нас данного производителя около 20% аппаратов по всему Алтайскому краю. Нужно это обязательно, потому что у нас Алтай большой. На самом деле это не какой-то один город, где сконцентрированы все. Это далеко удаленные районы. И чтобы добраться до краевой столицы, некоторые тратят и 5, и 6 часов ради получаса проверки данного устройства. Когда будет терминал стоять поближе к их месту проживания, им будет удобнее и дешевле добираться, а помощь будет оказываться такая же, как будто они приехали к нам. А будет поближе? Где их будут устанавливать? Поближе? Ну, пока только это город Бийск. В дальнейшем, не знаю, ну 2-3 терминала планируются. По расположению не можем сказать, потому что проект только запустился. Проект в пилотной версии. Будем думать. Алексей Александрович, а вообще вот кардиостимуляторы, они чьего производства? И почему не все российское устанавливается? Вот как вы в деле, опробовав это, как вы можете оценить качество импортных и российских аппаратов? Основная масса производителей импортных аппаратов – это США. В России есть производители, которые 2-3 компании, которые выходят сейчас на большие объемы. Но все равно во всем мире этим пользуются все-таки зарубежными компаниями. Долю сейчас не могу назвать, сколько импортных, сколько отечественных аппаратов. Но мы не должны забывать, что Бийская зона – это туристическая зона. И тем самым, почему туда мы первым делом решили поставить данные оборудования – это возможность наших туристов, зная, что есть такое, прийти и передать свои данные. И данные уйдут тому доктору, который их следит. То есть если человек приехал из Австрии к нам сюда, на Алтай… То есть напрямую? Да. Он считывает на нашем аппарате, но так как идентификатор его устройства говорит о том, что этот человек наблюдается там, то доктор в Австрии получит о нем данные. Космос. Космос. Да. Скажите, пожалуйста, а почему этот аппарат может считывать лишь с 20% кардиостимуляторов? Вот вы говорите о том, что не все, только пятая часть. А почему? Потому что этот аппарат одного производителя. Он не универсален. Это одна компания, которая предоставила сейчас нам данное оборудование в качестве пилотного проекта. И только с их устройствами мы можем взаимодействовать. Разные компании разрабатывают разные типы устройств, но именно на такую популяцию настроенных пока нет. Чтобы человек пришел и в каком-то месте все это провел свой опрос. Скажите, к вам, как власти, так скажем, на это смотрят? На вот такие ноу-хау? Охотно поддерживают, может быть, финансируют, каким-то образом помогают? Или все-таки на все новое несколько попробуйте сами, а потом, может быть, мы вам поможем? Да, власти всегда за то, чтобы вводить что-то новое. Но это всегда должно быть, естественно, подкреплено каким-то дальнейшим развитием. И пилотные все проекты запускаются исключительно на таком добровольном соглашении. Но в дальнейшем, конечно, это будет поддерживаться. Оторожно. Оторожно пока. Когда можно ждать в Бийске новый аппарат? И, может быть, какие-то перспективы нам обрисуете? Что будет в ближайшем времени? До конца года испробовал здесь. Мы поставим его уже в Бийск. Все, кто будет у нас получать новые, то есть имплантироваться новые устройства, уже будут занесены в базу. И так как первая проверка после операции через 4 месяца, то, соответственно, первую проверку имплантированного устройства, они могут уже проходить дистанционно. Вот насколько ваши специалисты закрывают потребности? Все-таки едут к вам люди не только из Алтайского края. Вы единственные в Алтайском крае, да? Насколько вы покрываете число нуждающихся в операции? Сейчас мы покрываем всех. То есть все, кто обращается, у нас достаточно квот, чтобы ту помощь, которую мы можем оказать, мы там говорим только об электрокардиостимуляторах, мы полностью закрываем. Вот мне всегда кажется, что эта профессия настолько какая-то космическая. Все-таки работать с сердцем, с открытым, операцией делать на сердце. Ваши специалисты где сами обучаются и где они получают вот такой уровень знаний? Специфика нашей работы, она закрывается Москвой, Санкт-Петербургом и в некоторых частях Новосибирск. То есть в дальнейших каких-то близлежащих у нас учебных центров нет. А вот чтобы работать с новыми технологиями, все-таки это новое, это не каждый может так вот раз и сразу понять, да, это аппарат, это компьютер, в конце концов сложная история. Проходит ли переквалификацию доктора? Конечно, как и любой доктор, каждые пять лет мы проходим переквалификацию, но в течение этих пяти лет мы все равно ездим на какие-то конгрессы, конференции, семинары, приглашаем к себе специалистов из той же Москвы, из Петербурга, которые нам уже здесь рассказывают что-то новое и обучают нас. Также с выдачей каких-то сертификатов о повышении квалификации. То есть процесс обучения, он непрерывен, он постоянно идет, и это хорошо. Доктора не столкнулись ни с какой пока сложностью при работе вот как раз с этим аппаратом, который новый появился у вас? Пока нет, потому что это все то же самое, что и мы делаем каждый день у себя в кабинете. Трудно, наверное, пациентам, которые впервые столкнулись с этим, то есть которым только что поставили, имплантировали устройство, они еще мало представляют, что делать с ним, а тут им говорят, что вы еще это можете делать дистанционно. Поэтому я и говорю, что... Люди опасаются действительно, ведь всяко может быть сбой, и СМС-ка-то не сразу доходит порой. Я не приеду к вам, но сделаю точно, но это все пережитки, конечно, это менталитет человека. Опасаться не стоит, сбоев быть не может. Не стоит, сбоев быть не может. Даже если прервется какой-то сигнал связи, потому что аппарат работает через сотовую сеть, устройство в себе сохранит эти данные, и как только сеть будет налажена, оно все равно передаст доктору. А бывает так, что на часы, на секунды идет счет? Или все-таки здесь вы профилактику делаете больше? Бывает все, что угодно. Если идет на часы, на секунды, это, конечно, скорая помощь, и это наш приемный покой. Если говорить о дистанционном мониторинге, то это больше профилактика. И то, что мы заранее можем увидеть какие-либо предикторы того, что может случиться катастрофа. Спасибо вам огромное за время, которое вы нашли, и интересную беседу. Мы сегодня говорили с Алексеем Поповым, врачом-кардиологом, специалистом по программированию имплантированных устройств Алтайского краевого кардиологического диспансера. Пусть работает не только техника, но и бьются наши сердца. До встречи.